Где вы? Отобрали пирожки! Ура! Ярик, давай говори, твои ощущения, что ты ждешь от этого концерта? Я жду потрясающих эмоций. Ромчик, говори еще раз. Потрясающих эмоций жду. Так, какую твою любимую песню ты ждешь, чтобы она исполнила? Инфоманка. Еще бы все потрясающе, мне кажется. Такая компания. Ну и наоремся. У меня горло и так болит, я болею, еще будем орать. Да там такой рейв будет. Я поору, я все не поору. Это что у нас, богатушки? На опушке. На опушке, уууу! Как я уже говорила, это мой первый концерт. Я безумно волнуюсь. Я хочу быть ближе к сцене, потому что это, знаешь, первый полет. Хочется быть как ну. О, кажется, сердечко. Неля, туалет. Да, ну, по-моему. Да, ну, по-моему. Да, ну, по-моему. У тебя есть несколько выборов. Безумно, что она была, или эта. Это наши российские дороги, это понятно. Какой план действий? Мы приезжаем не знала куда, смотрим по GPS, где мы. Мы будем шарахаться по шопе? Конечно. Я что, зря, что ли, зарплату получила, понимаешь? Да, потому что мы будем с акссвеньями просто, ну... Не факт того, что мы будем ее покупать. И потом такой наш флэшбэк такой, ну, я не пила кортика. Красивый какой 3D-эффект. Ух. Давай, позируй для мамы. Неля, расскажи, пожалуйста, у тебя есть много черных джинс. Ты решила что померить? Две пары черных. Две пары, не одну, две. Почему? У них размеры разные, потому что... А чем ты, интересно, руководствуешься? У меня какие джинсы-то? Блин, тоненькие, понимаешь? У них тоненькие. А эти, а эти тоже тоненькие. Берем. Ты в итоге берешь джинсы, и это? Это мои пятые черные джинсы. Пятые черные джинсы. И это серые джинсы. Ух, какая ты. Такая разнообразная ты. Неля, пошли. Вставай туда, вставай туда, вставай туда. Я сюда. Я туда. Вот надо, да. Я встала. Неля, ты встала. Неля, ты вообще 3D-шная. Ух. Капец. Не упади. Какую песню ждешь, чтобы исполнила? Монеточка. Я хочу российский ковчег. Русский. Российский. Из российской просто. Вот. И, наверное, не импоманку. Ну и нет монет, как вы понимаете? Ну, я уже не импоманку взял. А, я взял. Тогда я беру российский ковчег. Рассказываю. Мы уже посетили что? Ничего. Ничего. Мы ходили в Мэгу. Искали мне куртку, но в итоге мне куртку не нашли. Но, ребята, что-то докупили, а мне куртку-то не нашли. Все, мы, все, мы направляемся, направляемся именно в это концертное место, где будет проходить концерт. Вот это оно. Куда? Это браш. Баш. Мы будем стоять два часа, чтобы еще поставить два часа, да. Сейчас шок-контент. Дамир вам покажет кое-что просто атасное. Дамир, жги. У меня фокус, но не настолько. Ты можешь вот, вот, обалдеть. Это я. Это ты. Все, гордиться будешь. Ладно, я пойду на саунд-чек. А что так много народу, смотри, вот там, вот там. Кому-нибудь нужен билет. Знаете, что мне становится самое интересное? Самое интересное, то, что, как бы, мне кажется, такое ощущение, как будто мы просто приехали сюда постоять. Спустя эти холодные полтора часа... Мы сделали два шага вперед. Мы сделали два шага вперед. Людей начали пускать. Рассказывай, что случилось. Быстро. Отобрали пирожки, представляете? Мы купили вкусные пирожки. Да. Их отобрали, прикольно. Зато дали метку, метку, метку. Метка, метка. Моя. Он такой, сейчас я включу, в кастинку погодите. Три плотных аккорда. Вы видите, вот эту вот классическую монеточку с синтезатором, то вы не достоин просто. Да! Мы все мочеливы, мы все в краске. Папочка, прости, я разбила твой портфей. Знаешь, безответно любить это пей. В этой песне вам нужно будет всем в один момент кричать слово «Россия» очень громко и патриотическим. Сложено, молодежно, но не так, как на мизиках, а с каким-то с этим, очень светлым чувством. И на танце, и припесе, и кузышей, и как ласковый майк на радио. Давайте, типа, ноты, ноты, пошли, ноты, пошли, пошли, ноты. Залезь мне в сердце, а не в жире куджи. Очень жестко, очень жестко, очень жестко. Христос воскрес, я знаю это, Адаму кошка родила. Разбитый ковчег всплывает садка. Россия! Давайте рассказываем свои впечатления, плюсы и минусы концерта. Это что, брифинг? Да. Понравилось тебе, не понравилось. Значит, и ты. Давай, по одному, слишком лезь рук. Даля, давай. Ну, зрение. Мы заплатили 900 рублей, но кто-то заплатил 1400. Начнем с того, что, во-первых, была информация о том, что, ну, как-то РТ-7, будут пускать людей со скольки? С пяти. В общем, мы пришли к пяти часам, народ уже было, ну, нормально. Было доброту народу. И прикол в том, что начали пускать в полседьмого. Мы простояли время с 15.05 до того момента, то есть до полседьмого. Пришли. Было очень холодно. Я замерзла. Народу тьма. И прикол в том, что это... Как вам объяснить, что это был за клуб? Ковно! Да, был не очень клуб, на самом деле. Он мало вмещал людей. Когда нас пустили, получается, без 27. Но у него платье красивое. Ну, платье, да, красивое было. Вот. Мы начало в 7. Начало в 7. Мы простояли еще 40 минут. И того начало было... 41. Да, и причем, без 10, где-то 8, начался сам концерт. Но что мне понравилось, там были аранжировки, они были другие. Не как записи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Был sold out. Все билеты распродали, но... Такая блеснула терминология английская. Было народу очень много и не рассчитано на такое количество людей в данном заведении. Что мне еще понравилось? Она пела с этой старой треки. Под синтезат. На самом деле, все было неплохо. Концерт, на самом деле, был прикольный. Нельзя сказать, что это было вау, и нельзя сказать, что это было плохо. Но если бы мы не ждали 2 часа на улице с толпой и не мерзли, и еще час в этом фухом помещении, если бы не воняли так люди, и их было не так много, вот, наверное, мне бы понравилось больше. Прикол в том, что я не видела переплачивать за VIP. Вот серьезно. Окупать VIP не было смысла. Да, это как будто VIP сидели. Нет, я видела там, думаю, зачем люди вообще там были. Ее не было видно из VIP-зала. Она подбегала пару раз к ним, вот, но VIP того не стоит. А так она кушает жареного лебедя и мурнеладки. Слушай, когда я вхожу туда, я все равно что-то ем. Именно жареного лебедя, у меня там есть мурнеладки. Хотите, вы? Только поделитесь, не делитесь. Эй, не делитесь, я не начну дальше петь, пока не увижу, как вы делитесь. Я так пела, вы видели, как я зажгла просто семездочка? У меня заморозка. Что скажу, место не продумали. Не продумали. Толпа качается, колонны стоят, люди об колонны бьют. Самое ужасное, у нас забрали еду и воду. Вот что, что, это я простить не могу. Я купила в дорогу два сочника с воробиум и два сочника с малины, чтобы потом за себя перестичить. И они у меня его забрали, они шныряли, говорили, так, у вас сесной, там, электрошокер, газовая полночка. Да, конечно, они сознаются же, да. И они эту шмонель из Торзаля выкинуть. Мне было очень больно. А где мы сидим сейчас? На улице. Между прочим, очень красиво. Вот что, 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 а очень холодно, конечно, не нравится. Нет, кстати, стало теплее, чем лучше. Потому что мы изместят. А сейчас мы должны были с вами попрощаться и поехать домой в Челны. Но не тут-то было. Мы должны были уже уехать домой, наконец-таки. Это типа микрофон. Ну, а нашу что, поездку? Правильно. Отменили. Мы подъехали в пункт, кто назначен, где нас должны были забрать. В итоге водитель, что, Нелли? Он будет в Казани в час ночи. Час ночи. Мы звонили шести, семи, восьми водителям. Никто не хочет нас брать. Но в итоге я нашла водителя, который нас возьмет в час. Нелли молодец. Мы в итоге уедем из Казани только в час ночи. Ехать четыре часа. Ну, три-четыре, да? Ну, да. Три-четыре. Круто! События нашей ночи, вечера, хорошего, доброго. Мы ждем. Мы море погоды. Зашли в круглосуточную карту. Я во Франции багеты там кушаю. Монеточка, ты меня прости, конечно, я тебя ненавижу. Если бы нам заплатили за каждый раз, который мы сегодня ждали. Бла-бла-бла, открывай. Отменили нашу поездочку вот на эту 22-25. А, в шоке, просто в шоке. Ни одну машину, понимаете? Ни одну машину. Все после нуля, ноль-ноль. Потом я дозвонилась до одного из этих. Он говорит, девушка, извините, я буду в 4 утра. В 4 утра. В 4 утра, говорит, я буду. Нашли мы поездочку, значит, на час 20. Времечку у нас час 39. Он в поселке Малиновка. Спасибо за внимание. В итоге мы поехали обратно в Челны только в 3 часа ночи. И на вопрос водителя, что он немножечко задержался, он ответил, что до этого вез других пассажиров. И уже подъезжал к нам в назначенное время в назначенное место. Как ему позвонили эти пассажиры, сказали, что они забыли у него в машине барсетку. Че? Он развернулся обратно, отвез ему эту барсетку и приехал к нам в 3 часа ночи. Вот это трип! А если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, пишите комментарии и... Да... Какую песню, монетки вы любите слушать, также напишите комментарии. Можете подписаться на вот эти вот, ребят. Да, с вами была Дайечка и наши покатушки на окошке! Ура! Как это со стороны выглядит? Давай покажи еще раз. Типа там мы и дерево. Ой, вот его любимое. Я молисерус. Угу.